А вот что касается этой кафешки, то она находится где-то там в пригороде Астрахани, называется Чайхана из Таравшан. Мне кажется, так как эти люди, эти граждане России, вот это из Таджикистана, они повели себя как достойные граждане России, их можно в принципе наградить какими-нибудь медалями, можно даже героев России этим товарищам дать, чтобы они стали коллегами Иудова, Кадырова, Шаманова и прочих. Как думаешь, Томсо, когда ВВП откинется, что будет с Кадыровым и с его крабовыми беретами? Пойдут на Москву, заскучают, будут танцевать лесгинку, приуноют, так скажем, Кадыровы, его товарищи, они внезапно такое приуныние на них нападет. Потому что рософобы это те, кто не ненавидит Росаева? Да, да, именно. Те, кто не любят песни Хусейна Росаева, их называют рософобами. И в числе вот этот хирург Залдостанов. Кстати, не слышно, да, в последнее время его заметили? Раньше там на фоне Путина везде появлялся с одними своими мотоциклами и байкерами их называют, даже язык не поворачивается. Плюшевыми байкерами. А тот на тебе просто пропал, как воду канул. Больше с Путиным не дружит Кадыров, что-то не ездит Кадыров, его не приглашает на свои эти бои. Кстати, вот на бой был Керима Идилова, можно было бы пригласить этого хирурга, я думаю, порассуждать с ним о рософобии и пригласить туда Хусейна Росаева. По поводу Магомеда Алханова, который сбежал в Астрахани из психбольницы и затем был задержан. К сожалению, оказалось, что в его задержании приняли участие, а точнее вообще его задержали не полицейские, не сотрудники силовых структур, а работники кафешки. Сейчас у нас уже есть полный расклад этой темы, они дали интервью. Оказалось, что где-то в пригороде, по-моему, Астрахани, есть какой-то порт на реке Волга, и в этом порту есть кафешка. Эта кафешка называется Чайхана из Таравшан. Ее держат приезжие еще когда-то из Таджикистана, ныне граждане России. И имена этих людей, разумеется, не называются. Оказывается, Магомед Алханов зашел в эту кафешку, чтобы перекусить. Видимо, он думал, что мусульмане, может быть, он знал, что это хозяева этой кафешки, это выходцы из Таджикистана, думал, что это мусульмане, что они ему помогут. Но он очень сильно ошибся в этих людях. Когда он зашел в эту кафешку, те его узнали. Им не пришло в голову, нужно как-то помочь этому человеку. Вместо этого они сразу же позвонили в полицию. Когда Магомед понял, что что-то неладное и попытался уйти из кафешки, они его задержали. И есть видео, видеосъемка этого задержания. Вот видите, человек, который сейчас в очках, к сожалению, очень плохое качество, но все равно понятно, что там происходит. Их трое человек в кадре, а Магомед, он лежит, они его уложили на пол. На самом деле, еще четвертый присутствует в этом помещении в этот момент. В общем, оказалось, что он попытался выйти, они заблокировали дверь. Затем он, видимо, попытался как-то через окно. Но в итоге они набросились на него, задержали его. И вот в таком положении, положив его на землю, обездвижив его, ну на пол, обездвижив его, они дожидались российской полиции, чтобы передать его в руки тех людей, которые затем будут в тюрьме издеваться над ним, унижать, насиловать, делать все, что у них получится. Очень неприятная, конечно, история. И после того, как я опубликовал это у себя в телеграм-канале, мне стали писать наши братья из Таджикистана. Я говорю сейчас про реальных братьев, которые были очень огорчены тем, что это их земляки, оказались предателями. И я хочу им сказать, нашим братьям из Таджикистана, что вы абсолютно не должны по этому поводу испытывать какого-то стеснения. Вы мне писали, что вы чувствуете себя на себе, вину за того, что это ваши земляки. Абсолютно никакой вины на вас нет. И от того, что эти люди, выходцы из вашего народа, ваши соприкольники, у нас никакое мнение в целом о наших братьях Таджиков не изменится. Поэтому вы не нуждаетесь в том, чтобы извиняться или чувствовать на себе за это вину. Между нами нет никаких проблем. А вот что касается этой кафешки, то она находится где-то там в пригороде Астрахани, называется Чайхана из Таравшан. Мне кажется, так как эти люди, эти граждане России, вот из Таджикистана, они повели себя как достойные граждане России. Их можно, в принципе, наградить какими-нибудь медалями. Можно даже героя России этим товарищам дать, чтобы они стали коллегами Иудова, Кадырова, Шаманова и прочих. Ну и, мне кажется, они заслуживают того, чтобы их кафешка, она стала известной в Астрахани, в Астраханской области, чтобы клиентура у них стала побольше. Я поэтому называю название Чайхана из Таравшан. Посещайте, кушайте там, общайтесь с этими ребятами. И да, хочется кадыровцам спросить, Кадырова и его приближенных. Вы постоянно говорите, что лозунгом Ахмата Кадырова было спасти хотя бы одного чеченца. Он говорил, что с этой идеей он перешел на сторону России, предал нас, то есть стал предателем ради народа, чтобы спасти хотя бы одного чеченца, говорите вы. Магомед Аханов, он чеченец. Что мешало вам, или мешает, может и сейчас-то, да, будет сложновато. Но что мешало вам этот лозунг применить в отношении Аханова? Он ведь чеченец, но это не тот человек, которому у вас, как вы сами говорите, есть претензии. Вы же всегда говорите «нохчиц и тяхда цах». Типа, если на нем нет чеченской крови, то его нужно спасать. Именно так этот, это же, по вашим словам, путь вашего Ахмата Кадырова. Почему вы не попытались, не спасли Магомеда Аханова от этой расправы неминуемой? Что его сейчас ждет? Вы же знаете, что его сейчас ждет. Почему бы, почему вот этот ваш путь Ахмата, он какой-то избирательный, не работает в отношении всех чеченцев? В чем дело? Как-нибудь на досуге расскажите нам об этом. Пусть ваша пропаганда расскажет нам вот этот принцип спасения хоть одного чеченца. В отношении кого он работает, в отношении каких чеченцев вы спасаете, а какие не заслуживают вашего спасения. Расскажите нам, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok